МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На предпоследний этап чемпионата мира по гонкам на выносливость мы отправились на автодром в Шанхае. Здесь команда G-Drive Racing, за которой мы пристально наблюдаем по ходу всего сезона, продолжит борьбу за звание чемпионов мира. В этом году G-Drive Racing – один из сильнейших гоночных коллективов в категории LMP-2. От этапа к этапу, от сессии к сессии, каждый старается выложиться по максимуму. Члены команды G-Drive Racing – это люди, работающие не только на гоночном треке, но и за его пределами. Естественно, что нас не писал чемпионат мира под эгидой ФИА по причине того, что нам было необходимо протестировать наше топливо в гоночных условиях и продемонстрировать его характеристики. А чемпионат мира по гонкам на выносливость является, наверное, самой идеальной площадкой для таких тестов и таких демонстраций. В этом году партнерами Романа Русинова стали британец Майк Конвой и австралиец Джон Мартин. Это трио пилотов негласно считается одним из самых сильных в чемпионате мира. А техническим партнером G-Drive Racing стала английская команда Delta ADR. В этом сезоне наша команда на каждом этапе в числе лидеров. Кроме того, наши механики среди быстрейших в плане проведения пидстопов. Мы доказали, на что способны, одержав уже две победы. В Китай команда приехала в ранги одного из главных претендентов на победу в чемпионате мира. Первые места в Бразилии и США доказывают, что экипаж под номером 26 способен быть сильнейшим не только на отдельных этапах, но и во всем чемпионате. Вернемся на величественный автодром в Шанхае, арену восьмого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость. В тренировках гонщики российской команды со своим инженером Дэвидом Линчем не сразу смогли найти ключ к правильным настройкам автомобиля. Из-за того, что здесь очень мало проходит соревнований, асфальт буквально зеленый, так мы его называем, потому что на нем очень много пыли, в некоторых местах растет мох, поэтому сцепление с дорогой очень сложное. Но уже к квалификации, где определяются позиции на старте, все-таки удалось подобрать правильные настройки болида и показать лучшее время. При выборе стратегии на гонку учитываются психофизические характеристики каждого гонщика, и они расставляются в определенном порядке в соответствии с погодными условиями, с геометрией трека, с какими-то вещами, связанными с показанным результатом на квалификации, с результатами соперника. Результат квалификации – первая позиция в классе LMP2. Именно здесь, находясь на стартовой решетке, можно прочувствовать непередаваемую атмосферу автоспорта. Само участие в таком проекте, оно, конечно, зажигает. Красивые машины, наличие красивых девушек, гонки будоражат. Гонки из-за того, что нет гарантированного результата, всегда интригуют. Гонка в Китае для команды G-Drive Racing получилась, пожалуй, самой напряженной в этом году. После старта все шло отлично, и Джону Мартину удавалось контролировать отрыв от преследователей. Но несмотря на длинные прямые в конфигурации шанхайской трассы, при обгонах автомобилей категории GT в гонке у многих спортпрототипов были проблемы. Не стал исключением и болит G-Drive Racing. Встокновение с Porsche на втором часу гонки, в итоге они повредили нам задний диффузор, и на каждом пидстопе мы были вынуждены тратить по 20-30, иногда по 40 секунд на ремонт. Это был просто скотч, который позволял нам отремонтировать автомобиль, и на самом деле это все держалось, но держалось максимум час. И каждый раз нам приходилось наверстывать. Мы шли на очень большие риски. Но риск себя оправдал. Благодаря блестящему пилотажу гонщиков и стратегии с меньшим количеством пидстопов, за 40 минут до финиша гонки экипаж под номером 26 в очередной раз вырывается в лидеры и удерживает первое место до самого финиша. Вот именно ради таких моментов, собственно говоря, люди работают как на трассе, так и за ее пределами. Ради побед. Ну все, встретимся в Бахрэне на последнем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова